Несмотря на дождливый сентябрь, работники подрядных организаций только в единичных случаях не смогли соблюсти технологии при ремонте кровель, в результате чего допустили пролитие. В основном работы проводятся качественно, с применением современных всепогодных материалов и технологий. Погода, которая сложилась, которая мешает работе, в общем-то не оказывает никакого серьезного влияния на выполнение работы, идут своим чередом. Современные технологии, применяемые при ремонте этих домов, как при ремонте фасада, так и при ремонте кровель, ремонте других систем обеспечения дома, позволяют делать их круглый год. Все работы будут выполнены в срок и с надлежащим качеством. В целом, жители довольны капитальным ремонтом в своих домах. А благодаря современным энергоэффективным материалам, пластиковым окнам и железным дверям в подъездах теплопотери стали меньше, а значит и счета за отопление сократятся. Конечно, будет лучше, и тепла будет лучше, больше. Мне нравится, вообще хорошо сделали. Дом был плохой, конечно, весь и стресканный, стрещины были, и плохо все отвалилось. Но сейчас у нас красиво все стало. Я живу здесь 60 лет, и первый раз у нас такой ремонт. Особенно бригада штукатуров очень хорошо, добросовестно. Мы же ждали, что снос будет, а, пожалуйста, опять будем жить. В фонде капремонта отмечают, что приемочная кампания в регионе набрала серьезные темпы. В рамках реализации косвечной программы Нижегородской области на сегодняшний день в работе находятся 713 многоквартирных домов. Большая часть находится в большой стадии готовности. Общая сумма заключенных договоров на сегодняшний день составляет 1,450,000,000 рублей. Эти работы проводятся в рамках первого и второго этапа программы капремонта. По-третьему проведены конкурсные процедуры. В октябре начнется ремонт лифтового оборудования. До конца года запланировано обновить более 600 лифтов на территории Нижегородской области. Олег Лавров, Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ. Олег Лавров, Сергей Пермовский.